В его официальной биографии, на его сайте, есть такие слова. Место рождения – планета Земля. Звучит несколько претенциозно, но когда начинаешь рассматривать его картины, понимая, что эта смысловая формула вполне обоснована. Армен работает как художник космических пространств. Сам он называет это направление «стренжелизм», то есть, по его словам, пытается воссоздать визуальный эквивалент неоткрытых материй. На небольшую выставку в армянское посольство в Вашингтоне были приглашены многочисленные гости. Представители армянской аспоры в США, любители искусства. Как возникла идея выставки, рассказала консул Армела Шакарян. Когда мы узнали, что у нашего армянского художника есть проект с НАСА, это Американская космическая ассоциация, они пригласили его для того, чтобы организовать несколько выставок. Мы решили его пригласить в Вашингтон, чтобы первая выставка его была в Вашингтоне, в посольстве, в нашем посольстве армянском. Сейчас Армян Кей живет и работает в Лондоне, но когда-то учился в Москве, окончил институт кинематографии. Вот отзывы посетителей выставки. Роберт Аветисян. По моему мнению, хорошая картина – это та, которую каждый человек понимает по-своему. И, несомненно, я уверен, что и я, и другие присутствующие на этой выставке, каждый по-своему понимает эту картину, за что было большое спасибо нашему феномену. Геворг Тесчан. Художник открывает нам свое представление об универсальности мира, побуждает к размышлению о феномене большого взрыва в нашей Вселенной. Мне нравится, как он работает с светом, фактурой, интересной. Прощание с Вашингтоном в теплый весенний день. Фото на память. Армен обещает вернуться, то есть Америка еще увидит живопись неоткрытых материй. Впереди выставка работ Армена Кея в НАСА. Идут переговоры об открытии экспозиции в Международном валютном фонде. В отдаленной перспективе, как мечта, выставка на Луне. По всему выходит, что жизнь художника-стринжелиста с планеты Земля Армена Кея в пространстве между Вашингтоном и Лондоном прекрасна и удивительна. До встречи, Армен. Сергей Москалев, Рушан Цадеков, Голос Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok